Уважаемые зрители, мы вас приветствуем на очередном заседании КАЗ-бюро. Сегодняшним гостем станет Станислав Леонидович Ткаченко, доктор экономических наук, профессор, руководитель программы, дипломатия Российской Федерации Зарубежного Государства, факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. Станислав Леонидович, добрый день, спасибо, что приняли наше приглашение. Добрый день, Верон. Если вы не против, я перейду сразу к нашим вопросам. Вам, как экономисту, все-таки будет больше про экономику. Наверное, один из самых важных вопросов – это то, что будет происходить после пандемии, так называемый постковидный период, оздоровление в экономике. Мы видим, что США и Европейский Союз выходят из ситуации через печатный станок или платное кредитование крупного, среднего и даже малого бизнеса. На ваш взгляд, как пандемия повлияла на экономики постсоветского пространства? И как они выходят из этой сложной ситуации? И смогут ли эти постсоветские страны вернуть экономическое положение на допандемический уровень? И на ваш взгляд, какое это время займёт? Пандемия, конечно, стала неожиданностью, серьёзным шоком для государства бывшего Советского Союза. Но следует отметить, что абсолютные показатели снижения экономики в 2020 году у государств региона ниже, то есть показатели лучше, чем у государств более развитых. Некоторые страны, например, Узбекистан, вообще не зафиксировали снижение экономики, у них рост замедлился, но это всё-таки был рост. В других государствах первоначально такие апокалиптические сценарии сокращения экономики не реализовались. Тем не менее, конечно, эпидемия, пандемия оказалась тяжёлым испытанием для национальных экономик в силу разных причин. И для рынка труда, и для устоявшихся связей внутри страны, между компаниями или между секторами экономики, и для внешних связей наших государств. Поэтому, если сейчас одна страна за другой объявляют о том, что они вышли на докризисный уровень, вот Россия сделала это буквально в нынешнем месяце, то другим государствам этот путь будет дольше и испытания больше. В целом, если говорить о том, когда мы выйдем на допандемийный уровень, очевидно, что в 2022 году те государства, так или иначе, по абсолютным экономическим показателям продемонстрируют уровень конца 2019 года. С другой стороны, очень важно понимать структуру вот этой новой пусковидной экономики. И здесь, я думаю, мало найдётся экспертов, которые смогут сделать такой уверенный прогноз, потому что, конечно, кризис повлиял очень сильно, прежде всего, на рынок труда. Из рынка труда на какой-то период и в силу локдаунов, и в силу объявления целых регионов закрытыми, и обопросов предприятий ушли миллионы трудящихся, и сейчас они с большим трудом возвращаются на рынок труда. Да, сейчас это очень сильно чувствуется в Российской Федерации. Вообще, в целом, на планете нехватка рабочих мест составляет 110 миллионов человек. На советское государство приходится незначительная часть из этой цифры, но, тем не менее, речь идёт о миллионах людей, которым сейчас требуется на рынке труда, и которых компании не могут найти. Вот поэтому первый негативный эффект, он связан с рынком труда. Второй с разрушением привычных цепочек создания добавленной стоимости, в которых участвовали предприятия наших государств, они тоже разорваны, и во многих случаях, если восстанавливаются, то с большим трудом. Вот поэтому нынешнюю ситуацию нельзя оценивать как апокалиптическую, как ужасную. Это рабочая ситуация, с которой каждое государство более-менее справляется, но темпы выхода из кризиса, к сожалению, могли бы, конечно, быть более высокими. Понятно, спасибо большое. Действительно, пандемия и вообще тот стиль жизни, который карантинные ограничения нам привели, они очень сильно повлияли на экономику. Это та же самая удалённая работа, которая и ранее была, но теперь она стала более развитой, очень сильно развивается сфера услуг. Но, несмотря на всё это, у нас и по сегодняшнему в России, мы это видим, и на территории постсоветских пространств, остается одной из главных проблем – это инфляция. Она и в мировой экономике, и в России мы видим, что происходит. Вот не могли бы вы рассказать, как правительство этих стран, в том числе и России, собираются выходить из ситуации, связанной с высокой инфляцией, как её пытаются сдержать? Или пытаются ли вообще сдержать? Вот здесь можно провести довольно существенную границу между тем, что делает Россия, делает, скажем, государство коллективного Запада или глобального севера, как говорят политэкономы. Там действительно реализовали давнюю мечту, кинфянцевы разбрасывают деньги с вертолёта, то есть обеспечивают экономику ликвидности в масштабах, которые заведомо должны снизить как минимум социальные проблемы. В отношении Российской Федерации наша позиция внешне выглядит довольно однозначно. Российская Федерация, её мегарегулятор в лице Центрального банка реализует свою политику сдерживания инфляции, считая это ключевым элементом нашего макроэкономического регулирования и считая, что все другие элементы национальной экономики как-то к этому приспособятся. Центральный банк в течение последних месяцев устойчиво, ежемесячно повышает процентную ставку, пытаясь сбить инфляцию. Центральный банк вообще не даёт расшириться предложению денег на национальном рынке, а с учётом того, что доступ российских банков к кредитованию, прежде всего крупнейших банков, закрыт в силу санкций, то вот такая нехватка ликвидности в российской экономике ощущается довольно существенно. И вот здесь нужно сделать одну важную оговорку. К сожалению или к счастью, но в любом случае валютные курсы российского рубля не являются совершенно свободными. Я уверен, что госпожа Набирна со мной не согласится, но тем не менее очевидно, что есть у Центрального банка стремление препятствовать повышению валютного курса рубля. И всякий раз, когда такое движение делается, проводятся интервенции. И смысл их состоит в том, чтобы управлять курсом рубля, ориентируясь на показатель 70-75 рублей за американский доллар. И в этом смысле это, конечно, не рыночная по своей природе политика, но задача ее понятна. Российские монетарные власти хотели бы сохранить нынешний уровень экспорта, сохранить привлекательность, прежде всего ценовую российского экспорта. Кроме того, заниженный курс рубля позволяет нам получать существенно больше дохода от экспорта сырья и таким образом балансировать бюджет. Я уверен, что в этом году российский бюджет будет сведен с огромным профицитом. У правительства хватит денег на социальные расходы, которых у него не было начиная с 2014 года. То есть в этом смысле такая мягкая монетарная политика – это скорее благо для российской социальной сферы, но вот для монетарных властей это, конечно, проблема, потому что приходится в ручном режиме управлять процессами, которые в нормальной ситуации должны были бы сами собой развиваться. Понятно, спасибо большое. Несамов Валентинович, вот еще такой вопрос, значит, он про логистику вполне. И ситуация про то, что происходит на Южном Кавказе в целом, и о том, как у нас Российская Федерация, региональные, скажем так, державы в лице Ирана, они все ставят упор в своей экономической и внешнеэкономической политике на развитие логистических связей. Это транспортный коридор и так далее. И вот сейчас многие страны, в том числе Россия и Азербайджан, делают, скажем так, особый упор на развитие железнодорожного сообщения. И вопрос такой, как железнодорожные проекты Москвы и Баку поменяют транспортную карту Евразию с точки зрения экономики? Спасибо большое. Да, спасибо большое. Интересный вопрос. Давайте я начну с другой стороны, подойду к ответу, то есть не со стороны Южного Кавказа, а со стороны глобальной экономики. Одним из эффектов, такое расширенное предложение ликвидности в мировой экономике, стало усиление спроса на покупку товаров, перемещение товаров и неспособность компаний, которые обеспечивают это, транспортно-логистическая компания, представлять услуги в требуемых объемах. Вот только подумайте об этой цифре. В нынешнем году, в 2021 году, вернее с августа 2020 по август 2021 года доставка контейнера из Китая или Южной Кореи в Северные Штаты подорожала в 6 раз, а из Китая в Европу в 10 раз. Ну, я имею в виду 40-футовые контейнеры, главная единица измерения торговли в мировой экономике. И, конечно, от этого страдаем мы как потребители, от этого страдают производители, которые вынуждены закладывать транспортные издержки в цену товаров. Вот еще год назад я говорил своим студентам на лекциях о том, что сейчас транспортно-логистический сектор достиг уровня, когда многие компании вообще транспортные издержки не учитывают или рассматривают их как самый незначительный фактор. Вот. Это все к тому, что сейчас спрос на диверсификацию транспортных потоков, на направление их по новым маршрутам, может быть, более дешевым, даже если они не более короткие, он возрастает. И поэтому такая макросреда для реализации транспортно-логистических проектов вообще в пространстве между Азией и Европой огромная. И в этом смысле тот факт, что Южный Кавказ в течение десятилетий был зоной, где товары с большим трудом пересекали государственные границы, а сам товаропоток был незначительным, он, конечно, является проблемой, которую нужно решать. А теперь, переходя к сути вашего вопроса, конечно, нужно составить какой-то бизнес-план, в соответствии с которым понять, какого рода грузопоток будет обслуживаться в транспортных коридорах, которые сейчас строятся на Южном Кавказе. Вот в России более-менее четко представляют себе, что коридор, который будет соединять Нахичевань и основную часть Азербайджана через армянскую территорию, он призван или может быть использован для обслуживания товаропотока между Турцией и Россией или между Ближним Востоком и Россией. Российская Федерация в этот регион направляет миллионы или, может быть, даже десятки миллионов тонн своих продуктов, прежде чем зерна, конечно. Российская Федерация покупает в регионе овощи, фрукты, промышленную продукцию, прежде всего из Турции, но также из Египта, государства Восточного Средиземного моря. Поэтому вот это очень важная часть, обеспечивающая транспортному коридору через Армению, между двумя частями Азербайджана, между Турцией и Азербайджаном, и, соответственно, Россией. Хорошая бизнес-перспектива. Расширение числа потенциальных пользователей этим коридором – это острая задача. Обслуживать по нему, ну, наверное, такой самый жирный, можно так сказать, кусок вот в меню международной логистики, движение контейнеров между Китаем и Европой, наверное, не получится. Во всяком случае сейчас, или нужно предлагать какие-то выгодные сделки, потому что вот если представить себе картину, китайские контейнеры поступают в Бандерабас на юге Ирана, дальше они перегружаются на платформы и направляются в сторону Азербайджана. Оттуда им, ну, логичнее, наверное, все-таки отправиться на север в сторону Санкт-Петербурга, дальше море в Европу, чем развернуться, так сказать, на запад и через Турцию поступать в этот регион. То есть это все предмет для серьезных расчетов и сдержек и сроков. Наверное, таким образом можно обслуживать контейнером торговлю или даже насыпными грузами торговлю, но все-таки масштабы тут будут менее значительные, и это еще нужно доказать. Вот поэтому у данного коридора есть очевидные бенефициары Турции и Азербайджан, которые получают возможность напрямую быстро торговать. Объем этой торговли растет, но пока он незначительный для того, чтобы считать этот транспортный коридор глобальным, торговля между Россией или государством Евразийского экономического союза и Восточным и Средиземноморьем и Ближним Востоком, она существенна, ну, примерно там в 10 раз больше, поэтому это более серьезный фактор, то его нужно просто посчитать и таким образом понять возможные инвестиции и их последствия. Спасибо. Как вы, кстати, отметили, недавно была ситуация с кризисом в Советском Канале, а именно когда застрял грузовой корабль, и для экономик это было достаточно сложно, потому что ежедневно были миллионы издержек, вот, возможно, в рамках этого как раз-таки развития таких коридоров это важно. Вот и мой последний вопрос, он заключается в относительных итогов 44-дневной войны, или осенней войны, как ее еще называют, а по итогу МИО стало возможно открытие коммуникации в саму Армению и через Армению, и контроль над которым будет осуществляться со стороны России. Вот, однако, зачастую, не знаю, следя за риторикой армянских политиков, мы слышим, что они против этого Зангизурского коридора. И, с одной стороны, кажется, что для Армении же это, наоборот, интересно и выгодно с экономической точки зрения. И в целом России тоже, как мы это все отметили, а Азербайджан и всем остальным участникам. И вот, оставляя в стороне политические моменты, вот есть ли какие-либо экономические моменты, из-за которых Армения против открывать данный коридор? Вот как вы думаете? Я думаю, что нет. Нет, таких моментов нет. И Армения, помимо вот отсутствия доверия, либо вот сложности в сохраняющихся межгосударственных отношениях, волнует, может быть, вопрос того, что Армения сама не способна инвестировать серьезные средства в развитие инфраструктуры. Соответственно, нужно на кого-то положиться. Очевидно, первый, может быть, даже единственный сегодня кандидат это Российская Федерация. Поэтому, знаете, я вот пока не уловил такого жесткого нет со стороны Армении. Скорее всего, в Ереване рассматривают это как такой переговорный элемент, думая, по-моему, ошибочно, что это такой актив в распоряжении армянской дипломатии вот в пост конфликтный период, когда, ну, в общем, прямо скажем, пока что еще нет уверенности у тех наблюдателей, что последствия конфликта закончились. Вот я вчера в Болонском университете участвовал в защите диссертаций магистерских. И вот один из моих коллег, американцев, профессор, он тоже член экономической комиссии, выслушав диссертацию, примерно вот на эту тему сказал, что да, вот мы видим, что доверия между сторонами нет пока. Напряжение сохраняется, поэтому бизнес-климат, а диссертация была про бизнес-связи в Юно-Ужном Кавказе, бизнес-климат пока не очень благоприятен. Вот поэтому, давайте я так скажу деликатно. Весь мир наблюдает за отношениями сегодня Армении и Азербайджан. Весь и бизнес, и политики, и дипломаты, и военные. Мы, конечно, хотели бы, чтобы мир нам остался навсегда. И страны, наконец, стали бы на путь устойчивого, спокойного развития. Мы не будем указывать, кто должен сделать первый шаг, но вот очевидно, что стремление России не политизировать данную сферу, мне почему-то думается, что российская дипломатия найдет инструменты, аргументы для того, чтобы убедить Армению все-таки вернуться к полномасштабной реализации этого проекта. Хотя, конечно же, мы понимаем, с чем Армения хочет увязать строительство замгезурского коридора, она хочет сохранить и расширить доступ к тому, что они называют Степанакертом, и поэтому это экономическая проблема, которая осложнена большими политическими вопросами. Понятно. Спасибо большое. Стас Ильинич, с вами было очень интересно, приятно беседовать. Я еще раз благодарю, что вы приняли наше приглашение, согласились быть у нас. И спасибо за оценный комментарий, за оценные мысли. Для наших гостей напоминаю, что сегодняшним гостем заседания как в бюро стал Станислав Сткаченко, доктор экономических наук, профессор, руководитель программы дипломатии Российской Федерации и Зубежных государств, в бюрохе международных отношений Санкт-Петербургского государства. Спасибо, что вы смотрите нас. До следующих встреч. Санкт-Петербургского государства.